Клинический случай Клинический диагноз звучал таким образом Аттеноиды третьей степени Гипертрофия и нервных аминдадов Второй, третьей степени Двухсторонний эксудативный айтип И острый вторая отечный гайборитм айтип То есть по сути все лорогены были задействованы в воспалении Значит на данном слайде я хочу представить Вот ту клиническую картину эндоскопическую Это аттеноиды третьей степени И здесь без, так сказать, вариантов Или промежуточных степеней Мы видим вот эту лимфоидную ткань Напряженную, выпухающую в просвет Хааны И которая, самое главное, вот здесь Закрывает просвет и устья слуховой трубы В связи с этим, что слуховая труба Оказывается закрытой и невентилируемой В среднем ухе возникает процесс эксудации Накопления эксудата, который, ну, понятное дело Никуда не эвакуируется Накапливаясь, этот эксудат Идет, конечно, только к снижению слуховой функции ребенка И в начале нашего наблюдения То есть это было апрель 2008 года Мы начали лечить Лечили мы консервативно Это, конечно, антибиотикотерапия, физиотерапия Какие-то локальные пробывания, аспирационные методы И нам удавалось на некоторое время слуховую функцию Привести в новое, скажем, субкомпенсированное состояние Вот состояние барабанной перепонки при эксудации Мы видим, что, ну, вот это и есть, собственно, барабанная перепонка Это так называемый центр или пункт барабанной перепонки И вот этот конус световой Это наши опознавательные пункты Он должен заканчиваться на самом конце Мы видим, что он сокращен Это свидетельствует о том, что сама барабанная перепонка Утрощена за счет чего? За счет того, что слуховая труба закрыта Все очень взаимодействует Это объективные и рабочие материалы, собственно, которые наблюдались у нашей пациентки Вот вторая барабанная перепонка Еще более выраженные изменения То есть это мутность Ну, не гиперемия, но незначительные гиперемии По крайней мере, розовый цвет Очень сглаженность всех опознавательных пунктов И очень вялый световой рефлекс Объективными методами На рентгенограмме Это то, что было в 2008 году Это реальная рентгенограмма Дарьи Значит, в 2008 году Ребенку было 4,5 года В это время, ну, мы знаем, что с 3 лет гаймеров в пазухе у нас очень уже развиваются и имеют свои размеры Однако у детей зачатки львов очень связаны, очень связаны с развитием вот этих воспалительных заболеваний На данной рентгенограмме, что вы видите, совершенно не развиты лопные пазухи, но гумагенные кости Решетчатые пазухи, но здесь они в одной проекции и очень мало И вот затемнение, вот эти четкие, ну, не совсем четкие постуры И обращаем внимание на затемнение На затемнение, которое практически по всем стенкам И вот этот вот маленький участок гаймеровой пазухи Это и есть тот воздух, за счет которого, собственно, и дышала пазуха И на данной рентгенограмме видно, что справа эти изменения значительные Там, ну, не совсем четкость и качество снимка Но рентгенологи нам написали даже подозрение на уровень жидкости И левосторонний Вот это и есть двухсторонний гаймеров в пазухе Ну, вот следующий снимок более, более он четкий Более по-другому качественный И этот снимок тоже тает через некоторое время после лечения То есть мы видим, что просветы у нас расширились, отек уходил И достаточно хорошо катурируются уже решетки Клинически проявляется чем? Ребенок начинает дышать У него нет практически отделяемого И он не пользуется сосудосуживающим никому Ну, а несмотря на все это До апреля, до ноября 2008 года Мы так вот периодически и лечились С короткими успехами И понятно стало, что снижение, стойкое снижение слуховой функции Которая отражалась у нас на тимпонограмме типа B Вот тип B Если нормальная тимпонограмма по этой оси Должна быть, ну, вот такая вот верхушка Хотя были сохранены рефлексы Рефлексы Снижение слуха объективное на аудиометрии наблюдалось, вот видите, даже до 40 дБ До 30-40 дБ То есть это все Это уже в 2010 году Это все приводило к чему? Поскольку не было альтернативы Альтернативы, что аденоиды как-то мы можем с ними справиться консервативно Было принято решение об оперативном лечении И в неябре 2008 года была произведена аденотомия в стационарных условиях Обычным образом, слепым мы говорим методом То есть обычным аденотомом, подвесной анестезией После операционного периода протекал без особенностей У нас в ударе улучшилось носовое дыхание Ушли проблемы на некоторое время с сосрухом и с эксудацией в полости хреннего уха И 2009 год мы провели, ну, в относительном благополучии А на несколько эпизодов респираторных вирусных заболеваний Которые мы, собственно, и достаточно успешны лечением Но уже к концу 2009 года у нас образовалось очень период Очень стойкой снижения слуховой функции ребенка То есть все, тип В, и мы не смогли никакими консервативными методами Это дело разрешить Когда была сделана контрольная эндоскопическая картина носоглотки Что мы здесь увидели? Это состояние уже в 20-м ранее Но вот это состояние 2019 года Это остатки одной дни ткани Которые были не задеты При оперативном лечении Это гипертрофированный, очень гипертрофированный Трубный валик, который тоже, ну, немножко прикрывает слуховую трубу Ну, это последние ее, вот, буквально на днях, недели назад мы делали Снимки, ну, обратите внимание, вот на это пространство Это пространство практически занимает, ну, пусть, ну, пусть одну треть чуть больше И оно нам, ну, дает возможность свободы носового дыхания И вот когда, повторно Уже после аденотомии, подместной анестезии Настал вопрос рецидива Рецидива аденоидной ткани Она была немножко больше Потому что были вирусные И за счет вирусных накопленной инфекции аденоидитов Конечно, ткани разрастаются и гипертрофируются Стала дилемма Дилемма состояла в чем? Два пути Собственно, я видела для данного пациента Это два пути, это реоперация и шунтирование среднего уха Что такое реоперация? Всем понятно, всем, да? То есть повторная операция удаления аденоидов Шунтирование среднего уха Это такая манипуляция, в результате которого принудительно То есть инструментально перфорируется барабанная перепонка Вставляется шунт, который дает возможность аэрации Этого полости среднего уха Ребенок находится с этим шунтом примерно год Они удаляются в барабанной перепонке То есть субстрат для экссудации уходит за это время И ребенок в барабанной перепонке рубцуется Образуется мягкий рубчик Но зато вот слуховая функция сохраняется Ну, представьте себе семью Каждого близкого очень человека Когда ребенок перенес операцию под вот эту местную анестезию И эту страшную аденатомию У нас был период, когда она не могла выдерживать даже осмотр Простой банальный осмотр Поэтому в 2010 году это ей уже было к 6 годам предшкольный период И надежда была на второй путь Второй путь я себе представляла таким образом Период вытягивания То есть я должна, как врач, создать условия К носоглотке Когда вот по максимуму сократить остатки этой ткани И содержать ее в так называемой бактериальной частоте То есть гарантировать как бы бактериальную частоту Отсутствие инфекции С другой стороны, надо было увеличить объем массоглотки Чтобы эти остатки антоноидной ткани Ну, заняли свою нишу Вот, собственно, что мы видим Вот видите, она здесь и вот размазана там по задней стенке глотки Вот эта антоноидная ткань И тогда, ну, конечно, и мама Ольга Алексеевна Хотя направление было дано То есть по всем канонам своей медицины На профессиональной деятельности я должна была направить ребенка на реоперацию Ну, то есть учитывая вот эти все эмоциональные и психологические потрясения Значит, мы как-то отстранились от этого пути И пошли по пути привлечения ортопедов и ортодотов И вот, наверное, с 2010 года Мои коллеги скажут более подробно Когда Дарья у нас попала в руки Юрия Алексеевича У нас началась действительно положительная динамика В чем она проявлялась для меня, как для ур-врача Значит, практически 2010 и 2011 год Дарья показывалась от двух до трех раз в клинике То есть это с воспалительными изменениями Улучшилось носовое дыхание, улучшилось Я со своей стороны, мы все делали, чтобы сократить эту ткань Приемов на самом деле много, и консервативных, и асперционных, и топических стероидов Все это мы делали С другой стороны, в период вытягивания Мне надо было, ну, нам надо было всем сопоставить прикус ребенка И как-то дать ей свободно дышать Ну, все это благополучно свершилось И последний, вот последний, наверное, период я видела Дарью полгода назад И когда она мне пришла вот такой, вот такой, как она сейчас Я была вообще крайне не то что удивлена, я просто была в восторге Что мы сейчас имеем у Даши? Вот это ее носоглотка Еще раз говорю, по сравнению с тем, что было Это удовлетворительное носовое дыхание Это свободная звуковая труба Ну, вот это левая сторона Предыдущий снимок, правая сторона, левая сторона Это вход в нос То есть совершенно нормальная нижняя носовая раковина С хорошим изгибом Это общий носовой ход Абсолютно нормальный, слизистый То, что мы имели в настоящее время Это средняя носовая раковина Вот видите И средний носовой ход, который черный То есть он свободный Здесь воздух Левая сторона полости носа Левая нижняя носовая раковина И вот там видно средняя носовая раковина Но еще многое зависит в полости носа от перегородки Видите, небольшая деформация довиации носовой перегородки Которая существенно влияет на ток воздуха И на то, сколько воздуха попадает у нас в ханы Слуховые трубы И, соответственно, среднее ухо Это левая средняя носовая раковина Вот она и левый средний носовой ход И вот видим опять эсообразное искривление носовой перегородки Это барабанная перепонка И ее вот в настоящее время То есть она, по сути, серо-голубая Вспомните розовые телепонки Практически полный световой рефлекс Контурируются все опознавательные пункты Это вторая барабанная перепонка Ее тимпанограмма Ее тимпанограмма, вы помните, тип В, когда у нас вот здесь было Тимпанограмм левого, абсолютная норма Справа у нас здесь вельмон Только из-за того, что перенесенные инфекции Были небольшие ниблинисты геида И все И последнюю рентгенограмму Тимпанограмму мы сделали вчера И она была совершенно Совершенно идентична Правой и левой Выводы, которые я могу сделать Сейчас ребенок Там у нее хронический тензелит А там проходит у нас дважды в год Курсы профилактического лечения Она свободно дышит Она хорошо слышит Она хорошо успевает в школе Она живет на радость к нам всем Выводы, которые я бы хотела донести На вас, как врач от аллерголога Я прошу Вот вы все медицинские работники У всех семьи У всех коллеги Значит, в настоящее время В детской аллергологии Недопустимо от анатомии Под местной анестезией Только под англоскопическим контролем Эдэндо-дрохиальный англоз И современная анестетика И современная анестезиология Позволяет удалить Эту атоногенную ткань И гарантировать отсутствие рецидива Это первое Второе Современная аллергология И детская, и взрослая Расширила очень широко Консервативные рамки Консервативного лечения Поэтому аденоиды 3 Когда ставится четко степень Третья аденоиды Это не приговор То есть все очень индивидуально Да, некоторых детей Мы посылаем на оперативное лечение Но основная часть детей Основная часть детей Аденоиды 3 Переходят в аденоиды 2 Они благополучно Обходятся без оперативного лечения Масса нюансов Все очень индивидуально Следующий вывод Я бы хотела просто к аудитории К этой врачебной Обратиться с просьбой При том обилии Сосудослуживающих Всяких разных Трудельных, масляных кабелей Которые мы наблюдаем В наших аптеках Все-таки Очень уважительно относитесь К носу Как к органу К этой слизистой Через которую Происходит Очень быстрая сенсибилизация Растворами, каплями И так далее И я всегда пациентам говорю Нос это такой же орган Как любой другой Нельзя Всю линейку этих препаратов Пробовать и проводить Через свой нос Это Ну категорически нельзя Вывод какой В детской практике Я сделала Что У детей Первого года жизни И младшего возраста Младшего Дошкольного возраста Острый ренит Каждый эпизод Острого ренита Надо рассматривать Как заболевание Общее Как заболевание Всего организма И пролечивать это Должен В современных условиях Только ворврач Не секрет Что назначаются Со стороны педиатров Бесконтрольные курсы Антибиотикотерапии И бесконтрольное Капание В нос Ну вот Я даже Боюсь сказать Чего Деринат Альбуцит Диоксидин Мирамистин То есть Все что оказывает Либо прижигающее действие Наследистую Либо Настолько Сенсибилизирует Ребенка Что это ему Совершенно не надо И потом Мы возвращаемся К лазомоторам И к аллергическим линитам И еще я Этим случаем Хотела вам продемонстрировать Что только Во взаимодействии Нашей дисциплины Мы достигнем Оптимального Результата Я очень благодарна Своим коллегам За тот труд Который Они собственно Приложили К Дарии И я отдельно Благодарна Самой Дарии И Ольге Алексеевне Что они Были всегда Вместе с нами И в общем Ну как сказать Без такой мамы Наверное Не было бы Такого результата Все Я вас благодарю Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры